Офисная бумага, снегурочка, линолеум, древесина, нетканные материалы с одной стороны, электротехника, кондитерские изделия, химвещества с другой. Товарооборот между республикой Коми и Чувашии может быть и должен быть больше. Активнее должны развиваться культурные и межэтнические связи. Как объединить усилия и выйти на новый уровень сотрудничества во всех сферах, обсуждали во время визита главы республики Михаила Игнатьева в Сыктывкар. Сыктывкарский Комитекс – крупнейший в России производитель нетканых материалов и синтетического волокна. Его продукция используется для отделки салонов автомобилей в качестве основы для искусственной кожи и укровного материала для сельского хозяйства, для изготовления фильтров для дорожного строительства. Интересно, что предприятие работает в основном на вторсырье. Легкое пушистое волокно, похожее на хлопковое, получают из пластиковых бутылок. Бытовые отходы везут на Комитекс не только со всей республики Коми, но и с других регионов. Вполне возможно, что предприниматели с Чувашией сочтут это направление перспективным, отметил Михаил Игнатьев. По продукции совместного российско-австрийского предприятия Сыктывкарского лесоперерабатывающего комбината уже хорошо знакомы всем жителям Чувашии, как и остальным регионам России. Офисная бумага «Снегурочка» широко используется и чиновниками, и руководителями предприятий, и бизнесменами, и школьниками, и даже детсадовцами. Впрочем, это далеко не единственное наименование в номенклатуре продукции акционерного общества «Монди Сыктывкарский ЛПК». Предприятие осуществляет полный цикл – от леса заготовки до глубокой переработки древесины. Культура производства высочайшая, плюс производительность труда, плюс отношение работодателя с работниками. Наш рынок огромное количество бумаги потребляет. Конечно, мы на эффективной, взаимовыгодной основе будем сотрудничать. Республика Коми – один из северных регионов России. Ее площадь в несколько раз больше площади Чувашии, а население едва ли не в половину меньше. Часть территории относится к районам Крайнего Севера. Республика Коми – это регион мощного природоресурсного потенциала. Большинство полезных ископаемых присутствуют на территории Республики Коми. Но основу потенциала составляют прежде всего месторождение Печорского угольного бощейна. В ответной презентации министр экономического развития промышленности торговли Чувашии Владимир Аврелькин рассказал о перспективных направлениях расширения сотрудничества с Республикой Коми. В частности, за счет увеличения поставок продукции электротехнической и машиностроительной отрасли. Однако это далеко не единственная точка пересечения взаимовыгодных интересов. Соглашение между правительствами Чувашии и Республики Коми, которое подписали Михаил Игнатьев и Сергей Гапликов, призвано придать новый импульс сотрудничеству, помочь предпринимателям обоих регионов активнее использовать имеющиеся возможности и открывать новые. Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что наши регионы, похоже, в своем стремлении развиваться за счет инноваций. То, что сегодня есть в Республике Чувашии, это, конечно, высококвалифицированные специалисты, есть определенные сектора экономики, у которых в силу разных обстоятельств не сложилось здесь, в Республике. Но то, что мы можем сегодня брать с точки зрения и электроэнергетики, и вопросов развития релейного оборудования, и других направлений, конечно, очень важны для обустройства наших месторождений, для обустройства наших предприятий, для транспортной и для газовой системы. И, конечно, в этом плане, безусловно, мы, как уже сказал Михаил Васильевич, хотим делать упор исключительно на возможности соседних регионов, чем искать эти возможности за рубежом. Как правило, было отмечено, что есть такая политика, и эта политика действительно сегодня озвучена президентом. Мы занимаемся вопросами именно импортозамещения, мы занимаемся вопросами поиска новых возможностей, и сочетания всех тех возможностей, которые есть в Республике Чуваш, в Республике Коми. Мы ценили всегда наши отношения, и будем выходить на другой уровень взаимовыгодного сотрудничества. И в реальном секторе экономики, и в социальной сфере. Это в образовании, здравоохранении, культуре, спорте, и по тем государственным программам, которые есть на уровне Российской Федерации и в регионах Российской Федерации. У вас очень много интересного в Республике Коми, мы будем перенимать.